Многодетные семьи Владимирской области получат бесплатную юридическую помощь. Сегодня у нас в студии Елена Афанасьева, председатель Владимирского областного отделения Российского детского фонда. Елена Павловна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Расскажите об этом проекте. Я знаю, что это продолжение уже ежегодное, уже настолько неотъемлемая часть деятельности детского фонда. В этом году немножко другие краски, немножко другие масштабы. Итак, грант получен вновь. Да, грант получен вновь. Но сначала я поздравлю вас, телекомпанию «Вариант» и, конечно, всех зрителей, которые нас видят с наступающим Новым годом. Детский фонд уже отгулял елки. Сегодня у нас было еще одно мероприятие, выставка рисунков и награждение победителей, посвященных Новому году, новогодней фантазии. И я хочу сказать, что Российский детский фонд – это самая старая благотворительная организация Владимирской области, которая действует уже 32 года на земле Владимирской. И реализует где-то больше 25 программ федеральных и региональных. И вот во Владимирском отделении очень распространенной была программа «Большая семья». Мы реализовывали и покупку саженцев для многодетных, и покупку коров для многодетных. И где-то 5 лет мы организуем бесплатную юридическую помощь для многодетных. Ведь многодетных семей становится все больше и больше. Когда мы начинали эту работу еще от другой компании «Семьи России» три года назад, многодетных было в области 6 тысяч. Сейчас мы писали новую заявку на президентский грант, мы уже показывали цифру 12 тысяч. То есть вот за эти 4 с небольшим года количество многодетных семей выросло в два раза. И с каждым годом мы эту программу усложняем. Начинали мы просто с консультаций юриста. Очень хороший резонанс эта программа получила. И к нам стали идти люди. Записывали саншлаг на каждую запись. Мы где-то два раза в месяц осуществляли прием. Когда уже грант стал получать Российский детский фонд, мы усложнили программу. Один раз прием во Владимире, один раз выездной. И где-то в год мы делали три семинара многодетных в самых крупных районах, где больше всего многодетных. В этом году у нас новшество появилось. Мы запланировали проведение школ правовых знаний. И запланировали мы их в девяти районах. То есть это будут выездные школы правовых знаний. Все-таки во Владимире где-то лучше можно найти правду. И о льготах, и о каких-то еще вопросах. И консультацию получить оперативно. Да, которые носят, допустим, заявительный характер, но до многодетных не всегда доносится эта информация. А вот в глубинке с этим вообще дело обстоит похуже. Поэтому когда мы приезжаем туда и рассказываем людям, половину они не знают и не слышали. Для них просто откровением являются, допустим, налоговые льготы, или какие-то здравительные программы, губернаторские программы, вплоть до поездок в Краснодарский край для многодетных семей. То есть вопросов откровений бывает очень много. И люди всегда очень благодарны нам, когда они получают тропиночку для решения каких-то своих еще проблем. Вот уже по опыту этих нескольких лет, чаще всего, какие вопросы интересуют многодетные семьи? Какое правовое поле? Самые злободневные. Это получение земельных участков по указу президента. Это инфраструктура при получении этих земельных участков. Это субсидии на строительство дома. И затем идут уже внутрисемейные дела. Раздел имущества, ну не секрет, что разводятся. Папы куда-то в бега некоторые уходят, и мамочки не могут найти их, чтобы элементы получить. Вот эти вопросы. И иногда просто такие сложные вопросы, как назначение элементов в твердой денежной сумме, или вообще какие-то сложные дела. Юрист подключается вплоть до написания исковых заявлений. Иногда даже есть опыт выхода с многодетными в суд, чтобы их поддержать. То есть вопросы абсолютно разные. С чем обращаются, тем мы и стараемся им помочь. Иногда просто даже как за ниточку ведем до полного решения вопроса. Как обратиться за помощью? Записаться на прием или можно узнать информацию по телефону? Значит, график приемов и вся информация находится на нашем сайте. Детфонд.владимир.орг. Раздел «Проекты». Там и график приемов во Владимире, я повторяю, раз в месяц. И график наших выездов в районы. Записаться можно по телефонам во Владимире 35-52-80. Это телефон детского фонда. Запись предварительная, потому что мы где-то можем в один прием принять 15-16 человек, не более физически. И еще телефон мобильный, не помню. Его можно посмотреть на нашем же сайте. Я продиктую вам 8-904-651-74-6. И напоминаю еще городской номер 35-52-80. Какие специалисты оказывают приемы консультации? Все пять лет мы работаем в одной связке с юристом, адвокатом Элеонорой Бакалдиной. Она уже настолько глубоко проникла во все эти проблемы, изучает новые веяния, то, что выходит из-под пера законодательного собрания. И мы стараемся уже новые законы применять в решении вопросов наших многодетных. И я, как руководитель проекта. Елена Павловна, успешного, плодотворного Нового года для всего детского фонда и, в частности, для нашего регионального отделения. А телеканал «Вариант». Спасибо большое. А я, пользуясь случаем, хотела все-таки поблагодарить те организации и тех неравнодушных владимирцев, благодаря которым мы проводим наши акции. Акции «Школьный портфель», акции «Новогодний подарок». Мы ведь в этом году более 1200 билетов раздали на различные елки. Только три елки организовали в Дворце творчества юных для наших подопечных. То есть количество этих деток растет. И спасибо тем людям, которые откликаются на наши программы.